Их дети побеждали в родном городе, привозили медали из Воронежа и Губкина и заявляли о себе в Санкт-Петербурге и Москве. 7 февраля родители юных фигуристов собрались поболеть за них на Курской ледовой арене. У меня здесь внучка занимается фигурным катанием и пришла я со своими внуками, ваш отметит праздник, ростелеком. Я сама когда-то занималась спортом в школе и вот они пошли занимались. И дети у меня, и дочь, и сын занимались спортом. И теперь внуки занимаются спортом. Ровно за год до старта первых в России зимних олимпийских игр компания Ростелеком, которая является их партнером, открыла зимние олимпийские старты. Праздник под девизом «Чемпионом может стать каждый» стартовал по всей стране. Одновременно в зимних видах спорта соревновались жители Москвы, Ярославля, Орла, Костромы и других городов. Устраиваем такие мероприятия, чтобы люди чувствовали нашу теплоту, чтобы они не смотрели на нас просто как на большую компанию, которая просто занимается какими-то селегационными услугами. В минувший четверг сотрудники компании Ростелеком волновались и переживали вместе с 12 участниками спортивного праздника и их группами поддержки. Я хочу увидеть детей, которые очень хорошо катаются, очень хорошо умеют делать элементы на льду, которые отличные фигуристы. Я уже два года занимаюсь спортом, футболом. Я хочу пожелать своей сестре удачи, чтобы у нее все было хорошо. Спортсмены от 5 до 12 лет вышли на лед в пяти возрастных группах. Они представили зрителям образы Остапа Бендера, Пеппи Длинный Чулок, танцевали под веселую песню Крэйзи Фрога и под лиричную музыку Стинга. Вообще у нас все выступления очень красивые и все выступления веселые, забавные. Будет открытие и закрытие. Не надо волноваться, потому что если будешь волноваться, никогда ничего не получится. И поэтому, ну, надо себя успокаивать и как будто это просто выступление. Я хочу показать, что я умею делать сегодня, как бы показательное выступление. Зимний спортивный старт от компании Ростелеком – это генеральная репетиция перед серьезным соревнованием. Уже через две недели детей ждет участие в первенстве Курской области. А через несколько лет, возможно, эти же фигуристы станут настоящими олимпийцами. За каждым спортсменом внимательно следило жюри в составе тренеров и хореографов. То, что показали сегодня дети, эту программу дети готовили с начала нашего учебного года, с сентября месяца. Потому что эта программа, они ее, как у нас называется, выкатывают весь сезон, спортивный сезон. Ну вот, готовились три месяца. Здесь и хореографическая постановка танца, и отработка элементов. Отработка тех элементов, которые они должны обязательно показать в своем разряде. Программу покажу. Аксель, флип, сальхов, комбинированное вращение, бильман, ласточку и заклон. За меня болеют моя мама и сестра. Еще должен прийти папа. Мы придумали прическу, проволоку вставляли в косички. Еще я элементы пыталась сделать, прыгала, вращалась. Конечно, не обошлось и без падений, но на этом празднике за них не отнимали баллы. Каждый спортсмен стал лучшим в своей номинации. Самая изящная участница, самое веселое выступление, самая аристократичная фигуристка, самое стильное исполнение, лучшее представление образа в программе. Всем фигуристам, конечно, мы подарим благодарность, свою грамоту, но самым приятным подарком будут санки. Это санки, которые используют на зимних видах спорта олимпийцы. Они смогут на них кататься, как и все остальные дети, использовать их. Подарки от крупнейшей телекоммуникационной компании в России на спортивных олимпийских стартах получили не только участники, но и все гости. В финале мероприятия на лед мог стать каждый. Ведь Ростелеком – это не только качественное телевидение, высокоскоростной интернет и отличная мобильная связь. Это постоянное движение вперед.